Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами Максимаркетс ТВ. Сегодня мы вновь представляем наш регулярный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю. Котировки пары евро-доллар незначительно выросли по итогам завершившейся недели к отметке 1,2327, снизившись от локального максимума вблизи уровня сопротивления 1,24. Рост пары был связан в первую очередь с ослаблением американского доллара на фоне высоких рисков развития торгового и военного конфликтов с участием США. В обоих случаях президент Штатов Дональд Трамп пытался снизить уровень неопределенности и рисков, заявляя о готовности вести переговоры. Однако реальные действия свидетельствовали об обратном. Несмотря на то, что рынки ожидают дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики ФРС в течение ближайшего года, а прогноз роста американской экономики достаточно благоприятен, доллару сложно вернуть свои позиции прошлого года на фоне действий Трампа. Данные из еврозоны продолжают разочаровывать инвесторов с начала этого года. Если к низкой инфляции рынки уже приспособились, то замедление экономического роста еврозоны все еще остается неожиданностью. Уровень промышленного производства в феврале по пересмотренным данным снизился на 0,8%, что превысило падение прошлого месяца и оказалось хуже всех возможных прогнозов, предполагавших восстановление показателя в положительную зону. Впервые падение роста экономики было отмечено Европейским Центробанком. Представитель ЦБ Бенуа Кюри заявил в своем выступлении на прошлой неделе, что экономические индикаторы еврозоны уже не показывают того роста, который был в конце прошлого года. Глава Центробанка Марио Драги продолжает занимать осторожную позицию, заявляя о необходимости сохранения мягкой кредитно-денежной политики. С большой вероятностью низкой инфляции падение темпов роста экономики приведут к тому, что ЦБ не станет принимать никаких решений, связанных с ожесточением монетарной политики как минимум до сентября, когда закончится текущий этап снижения объемов покупок ценных бумаг. Кроме того, заявления ЦБ о возможном дополнительном смягчении денежной политики в случае необходимости уже не кажутся нереальными. Положительной новостью для евро стал тот факт, что Марио Драги заявил об отсутствии влияния торгового конфликта с участием США и Китая на показатели делового доверия и роста экономики. Кроме того, профицит сальдо торгового баланса еврозоны укрепился в феврале до уровня 18,9 млрд евро по сравнению с отметкой 16,1 млрд годом ранее. Внешняя торговля продолжает положительно влиять на экономику региона, однако в то же время говорит о снижении внутреннего спроса в еврозоне. Начиная с середины февраля текущего года евро-доллар торгуется в широком диапазоне 1,2180-1,25. Для выхода котировок из коридора нужны дополнительные триггеры, связанные с реальными показателями экономики или серьезными конфликтами. На предстоящей неделе будут опубликованы уточненные данные по инфляции в еврозоне за март. Изменений здесь ждать не приходится, хотя рост или падение показателей хотя бы на 0,1% или 0,2% могут привести к локальным движениям европейской валюты. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем снижение котировок евро-доллара к уровням поддержки 1,2300-1,2275, после чего ожидаем развороты и рост пары к отметкам 1,2325-1,2350-1,2380-1,2420. Британский фунт уверенно укреплялся по отношению к доллару в течение всей прошлой недели, незначительно снизившись лишь в пятницу и в итоге завершил торги на отметке 1,4228. Снижение темпов роста промышленного производства Великобритании в феврале до уровня 0,1% было практически проигнорировано рынками, как и падение в секторе обрабатывающей промышленности. Больше энтузиазма вызвало снижение дефицита торгового баланса. В условиях изменения соглашения с еврозоной торговые показатели становятся ключевыми для Великобритании, поэтому снижение дефицита вызвало позитивную реакцию на рынках. Очевидно, что укрепления показателя связаны в первую очередь с увеличением объемов торговли со странами Евросоюза. Однако в текущей ситуации это не имеет принципиального значения. На прошлой неделе не появилось никаких новостей, связанных с переговорами по отделению Великобритании от Евросоюза. Лишь главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барне заявил, что проблема ирландской границы остается максимально актуальной, так же, как и ряд других вопросов. Высокая неопределенность, связанная с Брекзитом, по-прежнему приводит к тому, что британская валюта остается максимально волатильной. Впрочем, в ближайшие недели не стоит ожидать каких-либо новостей. С начала прошлой недели котировки фунт-доллара восстанавливались от нижней границы широкого диапазона 1,40-1,45 и практически достигли его середины к окончанию торгов. Отметку 1,40 можно считать сформировавшейся сильной поддержкой, поэтому покупки пары от этого уровня можно считать эффективным решением. Новая неделя может привести к новому всплеску волатильности с участием пары фунт-доллар. Кроме продолжающегося торгового противостояния между США и Китаем, а также весьма вероятного военного удара по Сирии, будет опубликован ряд важных экономических показателей Великобритании. В первую очередь это касается данных по инфляции за март. Ожидается, что индекс потребительских цен незначительно снизится, что может повлиять на решение Банк Англии о возможном повышении процентной ставки на майском заседании. Впрочем, рост инфляции остается достаточно высоким в любом случае и составляет 2,6%, поэтому незначительное замедление не станет решающим фактором для принятия решения британским регулятором. Напомним, что текущая вероятность повышения составляет 80%. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейшее укрепление котировок британского фунта против американского доллара и рост пары к уровням сопротивления 1,4250, 1,4280, 1,4310, 1,4340 и 1,4375. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максим Аркестовый теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова